всем привет ребята сегодня мы выехали в поля специально для вас чтобы в полях снять про жека притяжения вот у меня этот замечательный буклет красного цвета красный квадрат можно сказать ваша постарался его специально для меня 3 красных квадрата три штуки паша привет привет прежде чем мы начнем рассказывать про этот замечательный жека притяжения кстати мы сейчас выясним насколько он замечательный подпишитесь на канал лайк поставьте но это можно в конце а на колокольчик на сейчас нажать все погнали паша и так притяжение реклама дорогие друзья мы вместе с павлом репином снимаем видео обзоры жилых комплекса города екатеринбурга и планируем и в других городах снимать тоже это максимально независимый контент мы принципиально не берем денег от застройщика как это делают другие обзорщики которым заплатили они приехали сняли то что им показали совершенно мы делаем не так мы делаем так как считаем нужным мы делаем это с точки зрения простого обывателя и гражданина как будто бы мы сами покупали квартиру в этом же к и все что нам интересно все что важно и полезно мы пытаемся вам показать абсолютно независимо ни от кого помимо этого я специально для вас в этих же к делаю обзор планировок и вы можете посмотреть и выбрать для себя наиболее подходящую планировку этих планировок появляется все больше больше и больше и будет еще больше потому что на каждый же к будет разбор квартир которые находятся в этом же к если вы планируете там покупать квартиру то вам это будет очень полезно вы сможете выбрать и не потратить впустую свои деньги а выбрать квартиру с умом потому что вы будете знать что выбирать для этого вам необходимо подписаться на мой канал на платформе бусте ссылочку я оставлю в описании эта подписка стоит по цене двух мороженых 500 рублей в месяц и вы получаете доступ к этому контенту где я для вас разбираю планировки из этих же как реклама закончилась ты а заготовочки видела я да у меня итак ребята самое интересное это то с чего начинается выбор дома эта локация правильно где мы вообще черт побери находимся я стою в грязи специально чтобы снять про этот жека вот пожалуйста вот вот на грязь рассказывай где мы край географии улица известная мы ранее снимали с тобой сюжет про бруснику ландау вот где-то в тех же степях за академическим за проектом школьные мы собственно стоим и а здесь созерцаем перспективную застройку новых районов академического уже не силами рсг академического о новых застройщиков в том числе здесь то есть здесь будет новый город сад здесь будет 22 дома вот примерно такой этажности как за нами со своими там благоустройствами дворами колясочными и так далее но от застройщика не рсг академической друзья значит смотрите в моих руках находится вот такой вот замечательный буклет вы его можете взять где взять в отделе продаж в отделе продаж у меня можете у паши можете взять контакты естественно не все есть то есть он вам продаст удовольствием притягательно притягательно одну из этих квартир значит что мы имеем по факту на сегодняшний день значит на сегодняшний день мы имеем мы про инфраструктуру сейчас поговорим значит во первых это поля значит из плюсов из плюсов они безусловно есть вот там прямо за домами начинается полоса леса то есть вы реально можете за две минуты дойти до леса и пойти там грибы собирать с белками общаться вот девочка ловить воздух чище и это плюсы но ты ты же не будешь отрицать что это вообще прям дышится во другом даже дышится по-другому это без дураков реально так значит но есть и свои минусы они заключаются в том что на сегодняшний день нету дорог то есть вот здесь вот просто какая-то глина утрамбованная вот там за этим холмом идет просто бетонка которая со временем через какое-то время обещают ну город обещают что там будет дорога ну скорее всего будет обещанного сколько-то лет ждут сейчас дороги хорошо быстро делают так что сделают вот значит когда вы купите квартиру в этом доме вам вас станет вопрос куда водить в детский сад ребенка значит в школу водить в кинотеатр ходить там развлекаться бары магазины рестораны все так значит сейчас этого ничего нет магазины какие-то мелкие здесь появятся но может пятерочка появится ну вот ну да я думаю что инфраструктурно это 23 год здесь уже кто-то сядет ну какой-то войдет брусника ведет растяжение красное белое будет ну короче вот весь набор продуктовых магазинов будет окей значит что с детьми делать через реку перекидывать значит макс разверни камеру пожалуйста и покажи где школа находится ближайшая к этому вот джека давай поворачиваем туда вот камеру давай поворачивать вон она видите вот это вот с рыжим бело-черная вот это вот школа поняли да новенькая да по прямой по прямой до нее 500 метров до не это от амонса на 500 метров здесь еще меньше на миллион здесь я думаю метров 300 метров три но это если мы по карте линейкой прочертим по прямой но прикол в том что здесь река принять и между школой и вот этим же к река через которую летом ну и вообще когда тепло не перепрыгнуть она хоть маленькая но это надо быть чемпиону даленьким надо быть да короче не перепрыгнуть в общем детишкам придется вот вот так вот все пешком идти наше мнение разошлись паша говорит 40 минут ой 25 минут а я говорю 40 минут пешком но знаю как дети ходят в школу там с ранцами 50 можно еще потеряться по пути и не придешь застройщики нам говорят нам говорит гривен от геннадий геннадий значит что 5 минут на машине а садика я вообще не вижу визуально но они где-то там есть аж целых две штуки да ну я все-таки притяжение подразумевает строительство детского сада я вчера специально ходил на презентацию они правда не смогли сказать даже сколько там мест но я думаю что порядка там 200 300 мест будет но все как всегда застройщик оставляет место под детский сад а когда-то город доберется до этого места и воткнется здесь детский сад когда-то это понятие в нынешних реалиях как вы понимаете растяжимое на энное количество лет не будет как в божовском там обещали детский садик а получился магазин всякое может быть в нашей стране но я надеюсь что здесь все-таки застройщик будет выполнять плановую застройку и здесь же есть есть определенные нормативы на число жителей и так или иначе город должен обеспечить да в общем друзья мы не хотим здесь ничего плохого сказать по поводу того что смотрите вот здесь ничего нет вам водить некуда но просто это реально поле которое начали осваивать крупные застройщики и сейчас вот дома на нашлепают потом детские садики наверное может быть школы но на текущий момент реалии таковы что вот школа и детские сады там через реку и вам придется на машине туда возить детей развлекаться вам тоже придется туда ездить там кинотеатры и так далее вот слышите шум это бетоном мешалки сейчас едет чтобы для вас для вас атмосферу стройки передать я еще отмечу что в школе вот она в этом сентябре вроде как должна дверь открыть для детей в ней 1100 мест вот здесь на первых очередях проекта ну первых шести вот про которым будем говорить запущенных продажа 990 квартир 990 то есть принципе там и так потребность была закрыта кварталом школьным здесь и 990 ландау амундсен про который мы сняли отдельный сюжет то есть здесь как бы мне кажется что пора помимо русских букв алфавита для класса внедрять еще латиницу но то есть учиться будут в четыре смены скорее всего либо вам придется ребенка возить куда-то еще помимо этой школы потому что рассчитывать на нее ну в общем побиться надо будет за место потому что много домов вокруг желающих индует ну и так с инфраструктуры все понятно просто что здесь в округе примерно понятно мне давай еще отметим объекты универсиады спортивный вот это вот это справедливое замечание это одно из плюсов максим и пожалуйста как раз в кадр попадет длинномер который только что разгружался для того чтобы из этих хороших кирпичиков построить теплые стеночки для вашего домика академия тенниса значит смотрите из плюсов вот там строятся классные спортивные объекты они строились под международную универсиаду которая к сожалению сейчас такая состоится ну что-то там будет состоится какие-то соревнования но уже не между на состязание с белорусами но из плюсов что инфраструктура то достраивается и они будут достроены это крутящие спортивные объекты ну просто охрененного масштаба там что будет академия тенниса дзюдо бассейн там какой-то да по-моему да но в общем это инфраструктурно очень близко то есть в общем это очень близко школу детям ходить далеко а вот заниматься секциях рядом в общем это у респекта правда и причем территория вокруг тоже скорее всего там будет облагорожена ну надо же было перед между перед заграничными гостями понтануться чтобы чтобы потом и красиво пинком пацан ну это скорее всего все будет я надеюсь и будет красиво ваша кто же такой замечательный значит застройщик то вот в этом новом так сказать поле осваивает эту землицу по но я как-то проговаривал может быть в твоих сюжетах может нет что академически изменил стратегию и осваивает теперь свои площадки не только самостоятельно и вот здесь привлечен челябинский застройщик который в челябинске строит там никс и голос development они насколько я понимаю деятельность свою строительную ведут с 93 года вот здесь объединили усилия и строят нам жека притяжение пока в екатеринбурге у них ничего другого нет здесь у них по плану 22 дома вроде как торговый центр то ли они то ли не строят еще садик в общем работа у них здесь много до работа у них здесь много вот они по срокам это это исключительно вот то что ты показываешь это три-четыре дома 22 это вот до туда до самой амундсена это в дуле вот всей улице да да поэтому застройщик абсолютно неизвестны для города в челябинске я спрашивал нас на что равняться чтобы понять какой уровень жилья вы здесь видите вот есть его парк называется жека можете погуглить я даже вчера читал отзывы в принципе плюс-минус позитивный но вот это ориентир того что застройщик вроде как обещает реализовать здесь а ты сам как оцениваешь перспективы соответствия рендеров и в реале мне сложно оценивать но я говорю что в редко когда у новостройки особенно в челябинске хорошие вот поэтому либо они купили партию отзывиков либо действительно неплохое благоустройство я так скажу тебе вот этот проект для меня что-то более реалистичное в ценовом сегменте нежели там условный амундсена но как бы соответствующее благоустройство безусловно она отличается от амундсена но гигиенический минимум там всякие колясочные здесь еще будет какой-то мост с крыши наземного паркинга прямиком во двор мини закрытие дворы какие-то прогулочные бульвары деревянные эко-стиль малых архитектурных форм все это здесь обещается все это я вчера фоткал рендеры мы вставим покажем как застройщик обещает реализовать но поскольку в челябинске я не практиковался риэлторской деятельности сказать что гарантировать что они это реализуют не могу но как и всегда надеюсь на лучше что на челябинске там как-то многие жалуются в том плане что они в основном строят панельные дома ну вот конкретно эти ребята я так понимаю это то что называется девелоперы они не застройщики большая часть в челябинске действительно просто ребята которые втыкают свечки не особо запаривать за концепцию здесь есть концепция здесь она есть в целом но ну на картинках она есть как будет в реализации мы посмотрим уже скоро первая очередь домов сдается в конце этого года поэтому слушай давай про цены потому что вот мы сейчас находимся вообще на краю академии да это даже не академически это уже за академическим и вот ребята такие о здрасте вот они мы здесь еще не дороги ничего чё с ценами но в общем то амбиции здесь как показала практика есть зашкаливающие у этих ребят более приземленная история но на сегодняшний день большие квартиры здесь можно от 75 тысяч за метр квадратный смотреть это это уровень причем здесь довольно специфичные истории если вы откроете проект декларации то будет значится что квартира без отделки но они и делают за 40 тысяч рублей внимание не с метра квадратного а просто 40 тысяч рублей отдельным договором нет вот такая вот специфичная история у людей трешку любую однушку студию трешку ты заказываешь я причем вчера когда услышал это на презентации игры были те кто отказывался они говорят в челябинске какие-то идиоты были но мне кажется идиотизм отказываться причем 40 тысяч рублей 40 тысяч рублей на полу там до ламинат обои под покраску кафель в санузле с техника нет стандартная история поэтому на 40 тысяч рублей ребята это 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 абсолютный победитель стоимости подделки поэтому если вы ищете кого подешевле не сначала на 30 стоило так что это инфляция добил просто 40 тысяч рублей но это все вообще просто ребята ну я к тому что и у нас есть застройщики которые делают двумя договорами да то есть ты видишь что дом сдается в отделке под чистовую а те обещают чистовую вот не нужно бояться что здесь придется прям супер переплачивать помимо взятой вами ипотеку на квартиру потому что добавочный платеж это 40 тысяч рублей ну для понимания зрителей 40 тысяч рублей за отделку ребята ну это вот я вам как дизайнер сейчас расскажу значит сколько сейчас то вот сейчас июнь заканчивается 22 года многие спрашивают сколько стоит ремонт вот я вам просто расскажу сейчас вкратце да сколько стоит дизайнерский ремонт значит нормальная строительная компания которая отвечает за качество несет гарантии делает все хорошо естественно значит 25-30 тысяч рублей на метр квадратный это просто вы оплатите материал и строителя строителя это просто за руки на 100 метров но чтобы легче считать было этот блин 20 это 100 квартир здесь отремонтили вы понимаете да это без материалов черновых за который еще нужно будет там полмиллиона отдать но это там штукатурка ну понятно клей для плитки там за и затир какая-то счета вот так вот такая история плюс отделочные материалы за которые надо будет еще заплатить так что ребята как они это делают за 40 тысяч ну слушай это очевидно что это какая-то схема для чего-то она сделана понятно застройщик не раскрывает историю скорее всего это деление там по налогам какая-то оптимизация мы не будем лезть но факт остается я думаю что скорее всего значит это делается для того чтобы просто вы ну как бы делали себе ремонт и потом не парились но в смысле непонятно как это строится ценное образование просто факт остается фактом 40 тысяч рублей и чистовая отделка ваша не шутка это не шутка это предложение застройщика ваша вопрос вот вот у меня вот это вот карта да вот чтобы все видели как то что за белые пятна такими вот это белые истории это белое пятно это садик который под которым проектом предусмотрено место на сколько-то мест застройщик сожалению не раскрывает этих секретов а это два паркинга то здесь по сути концепция закрытых дворов но они отдельно то здесь вот у этого маленького дома у первых трех очередей будет какое-то свое ограждение ну типа маленький двор а остальные пешеходный бульвар будут прогулочные по сути но идет на отдалении паркинг то есть это не двор а это что это вроде как торговый центр но суши мы живем в таких реалиях что торговый центр может быть не столь востребован в этой локации поэтому это трендер может измениться мне кажется более тем более сейчас достроят золотую кастрюлю которая у нас еще один супер супер пупер будет торговый центр который называется золотая кастрюля в простонародье но я коротко по по содержанию да здесь можно обратить внимание мы видим угловые секции дальние от нас они панельные то самое индустриальное домостроение которым у нас занимается в городе по сути только лср и вот ребят с челябинска видимо у них панельку закупают тоже решили построить эти секции были подешевле сейчас разброс цен небольшой разница идет в чистовое вернее в потолке вот ну и собственно наружные стены материалы то есть там шумоизоляция кто верит современные до стрелина домостроение кто не верит приходите слушайте индустриальная часть панельная то есть это угловые секции обеих домов назовем так обоих они сдаются в конце двадцать второго года монолитная часть средняя тут даже видно вот где газоблок выложен кирпичками ну видно до разницы в средней части она сдается в двадцать третьем году в общем-то пока эти шесть очередей назовем так они в продаже дальше идет на задворка где мы с тобой обсуждали торговый центр будет 7 8 9 очередь ну и вот все вот туда куда-то в простор где-то ближе кому цена этого 22 дома давай обсудим с тобой что здесь людям посмотреть в качестве сравнения но например вот молодая семья решила значит приобрести квартиру потому что не очень дорого отнуть ты говоришь 75 за квадратный метр это большими тоже сейчас это прям недорого короче говоря вот вот она огромная поляна здесь несколько застройщиков с чем можно сравнивать кого рассматривать ну тут сложно сравнивать потому что не менее они строятся даром и да мы что за моей спиной притяжение дальше идет наш любимый ландауна который мы снимали отдельный сюжет на его старте дальше идет флажки тут наверно даже не видно за этим холмом это ребята из астрахани которые любезно приняли на интервью амундсона там не увидишь ничего то есть вот реально здесь можно сравнивать вот с этими тремя ребятами которые за рекой ну и квартал школьный рсг академическая собственно говоря флагманский девелопер всего этого микрорайона ну честно говоря глядя на цены готового школьного там что под 130 тысяч метр квадратная однушка тоже страшноватенько становится нужно ли тебе такая близость школы за такие деньги безусловно ландау и амундсен брусничный ландау это продукт немного другого качества с другими там материалами наружных стен с другим дворовым благоустройством поэтому это здесь вот экономичный вариант он кстати самый продаваемый риэлторами города по итогам по моему начала вернее всего 21 цена была очень вкусная самом начале сейчас она уже тоже местами завышенная но как бы по рынку она самая недорогая в этой локации в общем друзья смотрите сами лучше всего эти в отдел продаж вот предварительную историю риэлтора обращать случится вот еще простите пожалуйста вот же у нас самый честный риэлтор города вот кому вам нужно обратиться понимаете в общем чтобы нам ролики то чем-то окупать надо работать в общем обращайтесь ваш вопрос такой вот я сейчас не буду спрашивать где бы ты купил у тебя как у честного риэлтора денег нет понятное дело конечно вот здесь в этой локации три застройщика брусника на ландау амундсен амундсен притяжение вот если бы каждый из этих товарищей к тебе вышел и сказал паша на тебе квартиру вечное пользование ты нас там тут живи и рекламируй нас кого бы выбрал не но если рекламировать кого-то то я конечно на канатных дорогах вам покатался если рекламировать продукты конечно брал какой-то интересное дворовое пространство в между брусника и амундсена бы я по выбирал надо понимать что ты жить здесь будет нет давай так моя личная оценка этой локации с учетом текущей инфраструктуры с учетом как бы понимание целевой аудитории вот здешних мест моя личная локация это притяжение ну ну потому что как бы мы с тобой говорим про брусника это там есть 110 тысяч метров квадратные амундсен есть 130 тысяч метров квадратные я еще раз хочу подчеркнуть я вот месяц назад там забронировал клевер парк слава богу мы успели выкупить до повышения цены это 137 тысяч метр квадратный за готовый клевер парк мы понимаем с тобой что здесь и где клевер парк поэтому как бы цены здесь за продукт ребята просят не хилы для меня большая загадка с точки зрения целевой аудитории если здесь такое количество людей желающих жить в таком уровне продукта понимая где локационно в городе это находится время покажет что брусника как бы поначалу просчиталась и недооценила свой проект а сейчас задрала заградительные ценники что амундсен вышел с уверенной ценой надеясь на формат своего благоустройства это мы отдельно обсудим но в целом вот притяжение это для меня тот бюджет который можно рассматривать нынешних реле для этой локации в общем друзья если вы там накупили квартиры или собираетесь покупать обращайтесь за разбором планировок парочку я так сказать в рамках обзора безусловно сниму ну а так если вам что-то потребуется то я с большим удовольствием пожалуйста ну мало ли чего вы знаете куда писать но друзья на этом пожалуй все если будут вопросы пишите в комментариях обязательно я буду отвечать паша будет отвечать как честный риэлтор подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите на колокольчик и всем пока выбирайте с умом правильно и живите с удовольствием давай а а а а а а а а